Всечестные отцы, братья и сестры, Христос рождается, славите! В эти праздничные дни мы вновь обращаемся с вами к воспоминаниям священного события, навсегда изменившего ход человеческой истории. Став отправной точкой новой эры, в безмолвии и тишине Вифлеемской ночи совершилось великое и преславное чудо, когда, по слову апостола Евангелиста Иоанна Богослова, слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Всесильный Господь по своему великому милосердию к людям принял человеческий лик, чтобы возобновить померкнувший свет добра в сердцах людей. Именно поэтому светлый и радостный праздник Рождества Христова является напоминанием всем нам, что мы, христиане, призваны к тому, чтобы, пламенея любовью, согревать этот мир, хотя бы в той небольшой его части, где поставил нас Господь Бог. Давайте в эти дни оглянемся вокруг и станем внимательно относиться к тем, кого сегодня посылает к нам Христос. Пусть каждый на своем месте честно и ответственно по-христиански делает то, что призван делать, дабы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего, Который на небесах. Нам особенно важно помнить о подвиге любви именно сегодня, именно сейчас, святое непростое время, омраченное пандемией, охватишь и весь мир, но пусть это испытание не будет для нас поводом к унынию и страха, потому что, по слову святого апостола Павла, ничто и никто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Никто не сможет отнять у нас праздник Рождества Христова. Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с радостным Рождеством Христова. Пусть этот светлый праздник наполнит благодатью наши души и подвигнет нас на дела веры и любви, возводя наши умы и сердца к небу, ибо оттуда слышится радостное англеское пение «Ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь». Еще раз всех вас, мои дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с великим праздником Рождества Христова. Храни всех вас, Господь!